Это относится к молодым, которые только начинают. И надо зарабатывать себе. Мы вот сейчас взрослые люди, которые уже прожили 50-40 лет, мы страдаем от того, что мы в молодости грешили, ну в смысле делали поступки, которые, ну, я, например, еще не знал, что я не был в церковном, но кто был в церковном, может, они и не делали. Ну, а все равно знал, не знал, где он, теперь за них надо каяться, надо страдать, надо принимать от Бога вот эти болезни там всякие. Вот, пожалуйста. А тот, кто сейчас начинает, как говорит, береги честь молодого, да, это, вот, платье снова, а честь молодого. Зачем? Лучше делать хорошее, быть послушным, да, 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 да. Время, смотри, уже 20 лет там тебе, и ты уже, а у тебя уже 20 лет, а кто? О, вот, хорошая, да, она хорошая девушка, да, она. Ну, вот у нас живой пример есть Ксении. Не надо никуда, она на моих глазах все. И поступала, вот, и все время она, как говорится, это самое, не то, что в Раппу она любая, скажу, ой, ну, терпи, терпи, молодец она, все, вот тебе пример, живой пример нашей, нашей вот семье, в нашем обществе и так далее. И она терпела. И не один год, а год, два, три, четыре, пять. Я говорю, все Господь тебе устроит в один миг. И так получилось. В один час, в один миг, в одно мгновение сразу все появилось. Вот, но этому что предшествовало? Предшествовало ее вот такое смирение, ее послушание, ее терпение, понимаете, ее уважение. Ну, в данном случае, я не знаю, бабушка тоже об этом ей говорит, но я всегда, где бы я ее не встретил, где бы я по телефону с ней не разговаривал, она одна, где она, кстати, вот, я это самое, всегда говорю, терпи, терпи, без терпения все. И теперь, и теперь, и теперь Господь ее, вот, видите, как одарил с ней. Поэтому мы вот с кого должны брать пример, а не с тех, которые посылают своих родителей, там, где-то, бабушку, да, а потом, дайте мне, дайте мне, дайте мне, дайте мне. А если так представить на одну секунду, вот возьмем сейчас, просто, не будет слушать, кто бы он ни был, там, или она, дочь или внучка, или жучка, там, не будет слушать. Все, аминь, никаких. Тогда что? А? Что тогда? Мне это надо. А не видел комбинации двух пальцев? Мне тоже надо. Вот давай тогда будем так взаимно. А то это. Нет раз, ага, два, тогда задумается человек. А то это. Нельзя так. Вот. Поэтому и наша вина взрослых есть. Когда мы все делаем, а это самое, а потом, о чем мы уже говорим, уже в поиск ушел, говорим. Уже стереотип уже, надо человека ломать, надо человека управлять. Это вот. Евангелие не читаем, Псалтирь не читаем, Акафисты не читаем, Нечернюю Снулию. Что будет человеком, а тем более, если он христианин. Что будет еще, если он не питает душу свою, не питает Словом Божьим. Ну да, да. Ну, семья, у них пять детей. Да. Муж на работу бегает, она с детьми и так далее. Ну, это еще оправдано, когда некогда почитать, а когда человек ничем не обременен. В чем дело? Разве это простительно? Конечно, сам себе обкрадывает. Не читай лично. Смотри, телевизор, компьютеры, туда интернеты. Они как раз и выложат дорогу тебе в рай, дорогие мои. Эти компьютеры, эти патефоны, телефон. Выложат в рай, только наоборот. В нижний туда. Поэтому, Господи помилуй, дай Бог, стараться надо. Все, все, настолько все серьезно, чтобы даже представить не можно. Нас отделяет от вечности один сдох, один миг. Раз и нет. Наша жизнь коротка, словно птицы полет. И быстрее человека, и быстрее челнока улетает вперед. Наша жизнь словно тень на земле нам дана. И как солнце зайдет, исчезает она. Как цветок полевой поутру рассветал, А уж к вечеру зной пожелтел и завял. Жизнь ведь только как звук, как удар молотка, Как нежданный испуг, так она коротка. И не думаешь ли ты, ни о чем человек, Что ты скоро умрешь, и короткий твой век. Позабочи же ты, и Христа поищи, В нем отраду найдешь и спасение души. Вот, пожалуйста, короткая такая, это самое, полусветская. А посмотри, сколько там вот содержание. Видишь, как цветок полевой поутру рассветал, А к вечеру пожелтел, как звук. Субтитры создавал DimaTorzok